приветствую всех канал футбола босс очень прошу вас друзья пробуйте досматривать мои видео до конца я делаю специально не очень длинными специально для вас и много на мой взгляд именно интересной информации часто бывает в конце ну и не забывайте ставить лайки по желанию и заходить мой инстаграм ссылка на главной странице моего youtube канала ну а сегодня у нас так называемые исторические хроники футбола пока нет зато есть время обратиться к истории этой замечательной игры например к истории чемпионатов мира и сразу в памяти возникает легендарный матч в испании в 1982 году между италией бразилии сквадро адзуры и селесао бразилия тогда была невероятно как сильно ей все прочили титул итальянцы же были на этом турнире ну почти в роли золушки дело в том что итальянская сборная приехала на мундиаль после грандиозного коррупционного скандала связанного со ставками в серии а начался он еще в 1980 и получил название тото нерро суть его была в том что футболисты серия сдавали матчи за деньги полученные от организованной преступности в результате разбирательств гранды италии милан и лацио были изгнаны из элиты итальянского футбола серия также было вынесено большое число дисквалификации футболистам а некоторые даже угодили в тюрьму но вернемся к чемпионату мира итальянцы еле-еле вышли из группы не выиграв там ни одного матча и на втором этапе попали в компанию к аргентинцам с марадоной и бразильцам где и казались третьими лишними в претензии на одно место позволяющие играть в полуфинале легендарный без сомнения матч прошел барселоне на домашней арене клуба испаньол сария или по-другому эстади де сария 5 июля 1982 года и сенсационно завершился победой сквадре азуры 3-2 все три гола у италии забил паоло росси который мог вообще не попасть в испанию из-за дисквалификации итальянской федерации правда потом сократили до года учитывая невероятную важность форварда для сборной возможно тот матч и был настоящим финалом чемпионата мира 82 года где пала команда телесантаны которая покорила весь мир своим футболом но так ничего и не выиграла может это самая яркая игра в истории чемпионатов мира из того что видел лично я несмотря на то что был в это время еще слишком маленького роста хотя тогда в испании надо признать был еще один выдающийся матч я говорю конечно о полуфинале фрг франция который состоится 8 июля 1982 года через три дня после этого матча италия же тогда неожиданно для всего мира взяла кубок